Наша вся история началась еще, так сказать, в далеком 91-м году, когда мой папа вышел из колхоза и организовал первое крестьянско-фермерское хозяйство. Назвал его «Кафе Хожуковское». В 97-м году, закончив институт, к нему присоединился я. Мы добрали земли и начали работать. Через некоторое время, когда отучился брат, к нам присоединился еще мой родной брат. Животноводством плотно мы начали заниматься, ну не плотно, а начали пробовать. С 2012 года первых нителей мы завезли из Ставропольского колхоза «Родина», племенное хозяйство. Мы взяли оттуда первые были у нас 10 нителей Геррифордов и один бык племенной. Ну и к нему здесь добрали еще своих коров и начали заниматься именно с самого образования, сразу мясным животноводством. Молоком мы никогда не занимались и не собирались туда заниматься. Потом в процессе выращивания и подготовки к нам еще присоединились Гречка Алла Ивановна, Семенов Иван Дмитриевич. Я скажу сразу, чтобы было никому не секрет, мы все связаны родственными узами и поэтому, может быть, нам легче заниматься и кооперацией. Потому что все эти люди, это папа, брат, невестка, они все и оказались у истоков кооператива. Сначала Песчанокопская Гроснаб, продолжим по порядку. В 2014 году, когда началась уже интенсивная продажа готового поголовья, мы начали задумываться о том, что надо как-то быть немножечко независимым и организовать какой-нибудь небольшой, мы сразу не собирались сделать небольшой, небольшой убойный пункт. И как раз в это время Минсельхоз начал выдавать гранты на развитие именно кооперации. И мы приобрели модульную бойню. С этого и началась история Песчанокопская Гроснаба, который занимался убоем. Начав говорить о Песчанокопской Гроснабе, не могу вспомнить Гридина Сергея Петровича, который стоял у истоков. Он его развил, поставил на ноги этот кооператив. Царство ему небесное, да, мы потеряли в том году, он умер. Потеряли очень серьезного кооператора, очень ценного специалиста. Песчанокопская Гроснаб очень-очень потерял в результате этого. После того, как мы уже начали сами забивать, стал же опять вопрос о том, как бы нам начать продавать. И собравшись группой лиц, мы... По предварительному... Да, да. Мы организовали второй кооператив, который занимается именно продажей. На данный момент мы открыли магазин в Ростове-на-Дону. Не без гордости скажу, что на сегодняшний день магазин вышел на самоокупаемость. Буквально полгода мы его запустили, народ пошел, торгуем своим мясом. Ну и как бы побочной продукцией, просто продуктами торгуем в этом магазине. Народ потихонечку сначала пристреливался, сейчас уже мы смело выходим на самоокупаемость. Это нас очень-очень радует. Но это только первые полгода. Мы должны все понимать, что именно мясной магазин это долгосрочный проект. Народ не любит очень быстро менять свои точки, где он привык мясо брать. Поэтому мы надеемся, что нас ждет успех. На этом пока все. Я жду ответ вопросов, готов на все ответить. А вот по вопросу можно? Да, да. А вот если вы правильно понимаете, вы в населении готовы покупать мясо, а не им подавать? Да, но это вторая часть наша. А на сегодняшний день мы готовы давать за шейного быка, то есть который в кондиции более 200 килограмм мясом и с поливом, 445 рублей мясом на бойне. На нашей. И какие виды мяса? Только КРС? Мы занимаемся только КРС. Мы не баранину, не свинину. У нас только КРС. Северса 26, это жилой комплекс, очень с приятной логистикой. Это недалеко от главных варзалов ростовских. Да, пожалуйста, полномочный представитель губернатора Краснодарского по взаимодействию с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Легко, долг, пожалуйста. У меня здесь присутствует не столько по своему служебному необходимости, сколько мне интересен сам момент кооперации в мясном животноводстве, как фермер. Вы же знаете, что я фермер сделан с 2003 года. Бывших фермеров не бывает. Все равно живешь в моргане и все тела в этом производстве. Игорь Алексеевич, все же хочется понять. Сегодня я фермер, выходу, Вячеслав Александрович. Занимаюсь выращиванием пшеницы, кукурузы, ну и всего остального. У меня появляется желание, живу рядом с вашим хутором, да? С селом. Виноват. С селом, да, да. Ну, хутор, село, без разницы. Живу рядом с базой кооператива, да? С базой кооператива, в принципе, по логистике мне неудобно. Я хочу выращивать животных. Все же, как это будет у меня выставлено? Вы готовы? Мыращивать членство? Либо вы взаимодействуете на стадии, мы у вас купили мясо и животных. Вот какое взаимодействие с другими фермерами, кроме тех, кого связывает вас, как это было связано определенное предварительное договорение? Нет, мы не готовы сейчас какие-то предоставлять услуги. У нас есть здесь рядом кооператив в развитии. Вы что, члены кооператива? Членам кооператива сейчас мы можем предоставить только услуги по забою. То есть у вас, в принципе, вы и поняли, что просто животным продавать невыгодно. Да, да. И на следующий день вы реализуете первичное, так называемое, да? Да, да, да. Вы реализуете мясо. И вы готовы меня принять в кооперативе, я буду участвовать в кооперативе. Да. И сдавать своих животных, в принципе, что у них, когда выходит, вот, конец приехал Иванов Иванович и предлагает по 450 рублей за то, что у вас очень 440 рублей. На самом деле, не выгоднее все-таки? Вот я хочу вот это понять. Не выгоднее через кооператив про реализовывать? Я понял суть вопроса, да. Дело в том, что мы сейчас на данном этапе не готовы расширять именно членскую базу, которая, ну, как я, мы в кооператорском движении давно им начинали с кредитного. И мы проходили такие раздрай. Почему я сказал, что мы вот сейчас на данном этапе, связанные родственными узами, мы не собираемся расширяться до бесконечности или куда-то двигаться дальше. Потому что регулировать эти вопросы все очень тяжело. Денежные, материальные. Вы сейчас, если на стадии мы вас, то есть, если мы выведем свое имущество из неделимого фонда, то эти члены, которые сейчас, наверное, на, на принимаем мы в дальнейшем, они будут претендовать вдруг на это имущество. Нам это, как бы, совсем... Вот мы, мы, мы в самом начале пути... Я... Вот именно, да, вы нам нужны были, да. Я хочу с вами проконсультироваться. Вот нам этот опыт нужен. Я хочу понять, я фермер, да, вот сегодня мы стоим перед выбором. Сегодня фермер, сегодня фермер. Но, можно я немножко, пять минут не платить. Сегодня фермер, что мы из себя представляем? Есть река экономики, да? И вот мы идем по этой, мы находимся в этой реке. Вот некоторые фермеры получили свой кокон вокруг и идем по этой реке. И уверены, что они так плывут до конца, ничего не делая, ничего не предпринимая, и они останутся на плаву. Вторые фермеры немножко прорубили в коконе, да, они в коконе. Немножко прорубили там образурку, вылезли, и веслом мерали после поддержки, пытаются себя поправить, пытаются себе помочь, пытаются все-таки направить себя в нужное отрасло. А третий фермер, третий фермер, он стоит на открытом плоту, на него брычит вода, но он активно гребет, он активно гребет, он пытается в том направлении пойти, в том направлении пойти, он нищет выгодное направление, и в реальности он гребет это, он направлен себя, направлен. Вот мы сегодня, многие из фермеров, особенно, я так подсчитывал, где-то 300 минус, да, 300 гектаров минус, мы находимся сегодня перед выбором, что же он делает дальше, с сегодняшним коммуницией цен, с сегодняшним рынком, с сегодняшними погодными определенными воздействиями, все остальное. Я хочу понять, мне покупать бычков, вот, мне покупать бычков, и мне выгодно, может быть, я просто куплю, и мне нужно вступить в кооператив, или я просто куплю и восторжусь с услугами бойни, и дальше буду реализовывать свою продукцию, сколько за услуги берет, ну, возьмите за услуги. Или же у вас такой момент, что вы окажете услуги с выкупом этого же мяса? Мы оказываем услуги с выкупом этого же мяса. Если вам по каким-то причинам нужно мясо забрать, то услуга стоит 2000 рублей. Вы привезли, забили, забрали весь свой выход, да. Понял, все, я получил ответ, спасибо. Но потом мы сейчас будем пообщаться. Да, да, мне очень интересно с вами пообщаться, да. Игорь Алексеевич, а какой объем годовой оборота в кооперативе, я имею в виду объем говядины, вы сколько производите за год? В том, позапрошлом году было 1000, в том году было 2000. Да, нет, 2000 голов забили. А, 2000 голов, да. 2000 голов вы будете расти или это ваш потолок? Потолка на самом деле нет, будет скотина, будут члены кооператива, готовые входить и будем расти. Эти мощности у нас позволяют еще раз удвоить это все. То есть на данный момент, да. До 4000 мы спокойно... Да, это позволяет... У вас лимитирующий фактор это бойня? Да. Вот на 4000 голов вы... Она может модернизироваться и увеличиваться, было бы, как говорится, продукцией. Сейчас в этом бизнесе очень много конкурентов. Не много, а очень много конкурентов. И я хотел бы, пока у меня мысль не ушла, краснодарскому товарищу сказать, что кооперация чем хороша? Если вы создадите свой кооператив, вы будете решать в нем все. Вы, если вы сдаете на Трио или еще куда-то, ну, что вам завтра сказали, то и сказали. А мы... Я учредитель 4 кооператива. Это очень хорошо, да, да, да. Вот мы о том и говорим, что чем больше будет кооперативов, чем больше будет всех этих мелких, небольших, тем тогда мы будем что-то стоить на рынке, на этом. Пока мы один на район, мы ничего не сделаем. Я просто помню в кооперации, я же говорю как-то давно, я помню, как мы начинали кредитную кооперацию, как были кооперативы второго уровня. Ну, там был внешний фактор, вмешался Центробанк, и это все быстро зарушилось. Не хотелось бы, чтобы на стадии мясного этого всего закончилось. Но это была уже система, эти мелкие кооперативы перераспределяли деньги через второй уровень, это была взаимопомощь, выручка. Если мы сможем на мясном рынке устроить такое же, что я буду точно знать, что сегодня я шел там, мне забило одну машину, где-то в песчанке забилась вторая, краснодарцы дали третью машину, мы скоперировались, и мы даем постоянный объем. Мы тогда уже можем давать не 445, тогда эта цена уже будет совсем другая. И в рамках объединения, ну, это все можно развивать до бесконечности. Это должен быть второй уровень, с большими уже складами, с нормальной хорошей логистикой. Это все в наших руках, все в наших руках. Ну, да, мы ввиду разных, я хочу подчеркнуть, ситуаций, народ не идет сейчас за поддержкой, не идет. Очень тухо все это движется. Юрий Алексеевич, вы в Родине, это Красногвардейский район? Это Красногвардейский район, да, да. Нет, он, наверное, не Красногвардейский. Он Дмитриевское. Дмитриевское, да, село Дмитриевское. Это Красногвардейский район. Вы покупали племенной сход. Вы и от корма племенного скота, зачем им вам? Нет, именно мы брали племенных коров, чтобы получить изначально своих быков для оплодотворения уже большего поголовья. Мы завозили нители из Калмыкии, Калмычки, Геррифорды были. И потом, это же было 2012 год, потом мы через каждые два года два-три быка всегда в этом же хозяйстве и покупали. Сейчас мы вычистили стадо, у нас оно, в принципе, уже вот в том году я ездил, уже покупал пять быков Геррифордов там же, но мы уже сравниваем со специалистами Дмитровского, чтобы не пересекались крови. И мы уже, в принципе, вычистили. У меня уже, я могу смело сказать, что у меня чистопородное стадо Геррифордов. Потому что в результате отбора и выбраковки всех некрасивых, так сказать, ну, такая наша небольшая бонетировка. Понятно, что мы не стремимся пока сейчас в племенной, а это совсем другие документы, там, ТРИО и все остальное. Но на данный момент у нас уже 180 ходит коров Геррифордов с пятью быками. Мы, пока мы счастливы. И 10% у вас от стада, это как раз ваши телята, да? От вашего поголовья маточного. Не 10%, а 80%. Вот сейчас у меня ходит 180 коров и порядка 100 телят. Но дело в том, что почему 100, а не 180? Мы на круглогодичном у меня. Я не делаю, как... У нас не туровые. Нет, нет, у нас круглогодичный. При туровом отеле мы пробовали так. Очень удобно, что в зиму все отелились. Ну, во-первых, много телят. И, во-вторых, очень много получается коров, которые не отелились. Ну, которые не успели в этот промежуток почему-то покрыться. Мы прикидывали, считали, да. И получилось, что... Вы еще говорите про породу, которая, в принципе, позволяет вам говорить, что вы сейчас на рынке мраморной говядины. Мы на рынке мраморной говядины. Но мы не продаем мраморную говядину, потому что у нас нет покупателя. Нет, да. Мы сейчас торгуем в магазине. Ну, это объемы, можно сказать... И многие кубанские исследования готовы выращивать эту работу, жить в этом направлении. Мы готовы сейчас тоже поставлять мраморную говядину. Да. У нас нет покупателя на мраморную говядину. У нас есть мраморная говядина. У нас нет покупателя. Мы мраморная говядина и покупателя. Отлично. Еще раз поговорим. Да, да. И... Это хорошее направление, на самом деле, довольно-таки большие сложности с задоем. И в этом направлении, потому что там есть свои особенности. Ну, да. Нельзя взять этот мраморный кусочек, который потом идет за 10 тысяч килограмм. Мы это знаем, да. Он у нас в магазине лежит по 560 рублей. Тут же РГИТ Ростовчат, для которых, да, я скажу, это реклама. Да, да. Кто это понял у нас сейчас? Они приходят, выбирают эту говядину. Ну, да, в первую очередь. И я хотел бы еще, как бы, да, возвратиться к нашей теме. Пастбище ферма-прилавок. Но, как бы, пастбищ у нас, как таковых, в районе нет. Потому что наши плодородные южные земли, они практически все уже распаханы. И, по большому счету, мы содержим свое поголовье коров, ну, как это назвать, можно назвать загоном, наверное. Это загонное содержание. Мы вокруг фермы своей огораживаем, сколько мы смогли приобрести земли. Ну, это небольшой кусочек, там, может, гектар 20-25. Поэтому и мы думаем, что именно вот в таком содержании будет именно будущее выращивания телят. Потому что телята сейчас на вес золота. Купить хорошего теленка сейчас, это очень тяжело. Их везут со всей страны, и их не хватает категорически. Цена вырастает каждый месяц, каждый месяц. И на данном этапе, когда теленок уже стоит 300 рублей за килограмм живого веса, уже можно в условиях загона выращивать этих телят. Это уже рентабельно становится. Когда корова приводит этого теленка, он вырастает до полугода в этом загоне, однозначно уже там травы никакой ему не хватит. Этот загон, он постоянно будет пополняться кормами. Мы туда завозим солому, мы завозим туда сено. Там стоит поилка. Но мы в этом видим будущее. Мы в этом видим. И в этом году еще собираемся нарастить всех телок. Мы отбили и ждем, когда они дорастут. А это еще 120 голов. И будем всех покрывать и заниматься вот таким загонным. Это не пастбище. У нас нет пастбища. И я ярый противник того, что многие говорят, что надо запретить распахивать. Как земля наша южная, она очень богатая. Она должна распаханная быть. Та, которая не проходит, конечно, водоохранной зоне или еще где-то. И эта земля, которая даже пастбищная, которую мы тоже распашем и подсеем, она дает в 3-4 раза больше этого сена для наших же коров, для наших же телят. И в этом загоне мы тоже в YouTube начинаем высматривать. И будем перебивать эти наши обработанные поля и перегонять их уже на культурные пастбища. В этом году мы уже посеяли пырей, посеяли такие травы, которые будут постоянно нарастать. И вот именно в этом мы видим будущее по телятам. У нас очень близко здесь грунтовые воды. Машина приехала, джинь, все. В свое время мы успели и выкупили точки овчарни, фермы и сохранили там, самое главное, это электричество. И у нас везде на всех наших точках есть электричество. Насос кинули, все, вода пошла. У нас с этим проблем нет. Переехали, перетащили корыто на другую ферму, на другую точку. Также насос кинули, вода есть. Сколько они смогут есть, столько они едят. И сразу мы завозим солому, сено в тюках. Разрезали. Не экономично, но у нас ее остается. Мы всегда тюкуем с большим запасом. И солома и сено остается всегда в очень больших количествах. Это все завозится в эти загоны. Для стены, кого они порвают? Нет, мы не считаем. Они хватают. В чем прелесть еще Гири Форда? Она очень хорошо держит тело. У нас мы пробовали завозить обердинок. Это совсем земля и небо. Гири Форд худеет уже после калмычки. Вот у нас были. От Гири Форда такой степени он может выдержать свое тело, что мы не подкармливаем комбикормом кору. Но если будут трудные года, если будут засухи сильные, что вообще ничего не будет, то будем подкармливать. И я думаю, в нынешних условиях цен, хочу повториться, на теля, это все равно будет давать свой очень большой, хороший результат. Вы сказали, что покупной теленок до 300 рублей за килограмм находит. 300-320. А ваши телята выращены от собственных коров. Во что они вам обходятся, себестоимость? Не больше 25 тысяч. Вы должны понять, что вся себестоимость этого теленка, если вы уже не первый год и корова уже не входит в стоимость, если вы в этом году не докупали, ни телей новых не вводили, или в оборот, то вам теленок обходится в стоимость содержания коровы. Это 25 тысяч с учетом того, что мы каждый год вводим новых не телей. И мы эту стоимость перекладываем на этого теленка. 25 тысяч это в каком возрасте? Вот только новорожденок? Нет, это в возрасте полугода при отбивании. Мы считаем, что один теленок на одну корову в год. Ну, так, конечно, не бывает. Если 85-90, то это уже как бы хорошо. А покупной теленок такого же возраста? Покупной теленок сейчас ниже 60 тысяч. Хорошего теленка купить невозможно. То есть вам есть прямой смысл увеличивать? Конечно, конечно. И эта проблема набежала буквально за два года. Два года назад еще можно было спокойно купить теленка и не задумываться о маточном поголовье. У нас все, у кого были там небольшие маточные, они их все вырезали, потому что это было невыгодно. Зачем? Вот поехали в Яшалтинский район, провезли телят, отдали за них по 20 тысяч, поставили и никакого. А вот сейчас это уже стало проблемой. Эта проблема, она как бы только растет и растет. Телят нет нигде, за них бьются откормочников. Сейчас у нас много и в области, и у соседей. Поэтому за хорошего теленка идет привесы вашего поколового молодняка на загонных площадках и на интенсивном откорме. Потом можете назвать суточным? Нет, не могу, я могу только сказать по-конечному, да. В среднем где-то выходит от 900 до кило 100. Мы купили, взвесили и второй раз взвешиваем уже переотправкой. Мы не ведем такую четкую политику по замерам, по привесам. Еще мы до этого не доросли. У нас нет такого большого поголовья, чтобы это как бы экспериментировать с этими. А в каком возрасте вы отправляетесь на бойню? Сейчас стали отправлять два года и более. Раньше отправляли 400 килограмм, 450 набрал, и он уходил на бойню. Но ввиду того, что сейчас бычки стали очень дорогие, и нам выгоднее быка держать до 600, 620, 630. Больше нет, потому что уже покупатель больше 350 килограмм, если туша мясом уже, то уже... А 250-270 все только руками и ногами за. Поэтому сейчас мы почти до 2 года держим. А вот посмотрим. Можно? Прибликсы используете? Да, да, Эвомикс. Какой? Эвомикс, они вон приехали, да. Берем их у Агра Академии Айота. Скажите, а какая доля продукции сейчас, какая доля говядины реализуется через ваш фирменный магазин в Расскоре? Тысячная. Вот так. Да, да. Ну, чтобы было понимание, мы в магазине сейчас реализуем одну тушу в неделю. Вот так. Да. Это... Это говядина, это говядина, да. Это розница. Это розница. Или мелкооптово. А, за мелкий опт, нет. За мелкооптово где-то 3-4 туши в день. Я именно, да, по магазинам. Ну, это тоже через ваш магазин? Да, 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 да. Этот магазин выкуплен вами, или он в аренде? Да, он выкуплен. Магазин? Да, 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 приобрели. Насколько выгоднее торговать через магазин, или реально реализовывать вот с места? Ну, где-то реально мясо идет с удорожанием на 40%. На 40% выгоднее через собственные магазины? Да, да, да. То есть за счет посредников вы теряете 40%? Да, да, да. Но мы надеемся, да, что объемы подрастут, но мы как бы только в начале этого всего пути, да. А какая планка, на какую планку вы ориентируетесь? Мы хотели бы, да, ну, хотя бы не менее 3 тонн в неделю. По гранту. Да, выкрутировали. Тоже, когда спросили с программой. Скажите, первый грант, который есть еще на КОКС-АГРАЗМАН, сколько получили средств на несущие уроками? Мы получили 4,5 миллиона, потратили, добавили своих и на 5400 купили модульную бойню. Никому не советую, у кого будут вопросы, подходите, будем рассказывать. Это очень-очень неудобно в ней работать. Но как бы потом мы, когда уже проанализировали, то за эти 5400, ну, можно было построить что-то чуть-чуть пошире, чуть-чуть. Ну, она узкая, она... И мы сразу, через год, начали ее уже модернизировать, модернизировать, достраивать, поддвигать, отдвигать. Вот так вот. Да. Так что, если кто-то соберется, мы поделимся опытом. Да. А может быть, скажете, вот для всех пару слов? Потому что... Я говорю для всех, да, что как бы я бы не советовал брать модульную бойню. Она неудобна и не... Именно для производства, для забоя говядины. Мовой грант был потрачен исключительно на оборудование. Да, 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 да. А какой 5-8 методов в этом комплекте? Нет, в рамках, в рамках, в рамках нет, кооперации нет. Мы покупали пресс-подборщик, но это в рамках грантов на семейные фермы. У нас все члены кооператива, все грантополучатели. Да, и благодаря Минсельхозу, если бы не гранты и не Минсельхоз, мы бы не пошли в этот бизнес. Совсем не пошли. Потому что полное отсутствие собственных средств, полное... У банков не было никакой кредитной истории, ничего. Да сейчас мы уже как бы можем чего-то. А на тех стадиях, когда мы организовывали первые кооперативы, ну... Да, только... Вы сказали, что у животных у вас содержатся законы. Да. Обычно, когда говорят про пастбища, то можно примерно... Сколько гектаров на полу выходит? А вот что у себя поставят законы? Насколько они большие? Ну, у нас в земле, как бы, именно пастбищной, вообще в районе осталось очень мало. Потому что я сказал, ввиду каких причин. Но именно вот на овчарни, на которую мы собирались сегодня поехать, там пока очень большие неудобия, большие овраги. Поэтому ее физически не могут хозяева распахать. И мы этим пока как бы пользуемся. Ну, каждый загон, там, ну, гектар 75. Вот по три мы его разбили. Ну, какую-то перестановку собираемся делать. Сейчас они все это дотрут. Ну, в этом году, слава богу, дождей много, что-то растет. Как только дотрут, начнем завозить корма. Мы называем цифру 25 тысяч рублей содержание коровы. Нет, я не сказал содержание коровы. Я сказал, мне обходится бычок мой в 25 тысяч. Это с учетом ввода новых нителей в стадо. Мы же этих нителей могли бы побить и отправить на мясо. Мы эту стоимость включаем в стоимость этих новых телят. Как только мы ввели новых нителей, себестоимость содержания, то есть себестоимость бычка выросла. Если мы не будем вводить нителей, то себестоимость бычка будет понижаться. Друзья, если вопросы есть, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Прожащий Петербург, директор зала фирмы «Центральная» Зеленапольский, я хочу рассказать. Я бы хотел прокомментировать, что эта тема, связанная с законом содержания маточного полога, она, естественно, очень перспективная, потому что панских людей становится очень мало, пшеница все-таки дорогая, и, в принципе, наилучшего, это борьба в сходе зала фирмы «Центральная» и никто не отпнял. То есть или выращивать пшеницу, или выращивать сход. Но у нас тоже есть поголовье, и страшно его отравлять за воли маточные. Болезни, допустим, и вот эта вся остановка. Как вы с этим боретесь? И есть ли проблемы? Потому что, я так понимаю, содержать 180 голов скота и пустить филята на площади 25-30 вектара маску. Какие филята, как они себя чувствуют, как маска себя чувствует? Мациона нету. Вот с ростом. Потому что два года все-таки от канала бычка, это как бы так очень много. И, я думаю, за два года, ну, полтора года, это получать, конечно, в кондиции там 250-270 килограмм. И, я думаю, что можно не связывать это с цивовая содержальность, с таким не очень хорошим показателем от корня. Прекрасно себя чувствует. Я же вам говорю, у нас тысяча, мы заготавливаем 2-3 тысячи лишних тюков. На тот случай, что если следующий год будет немножко неурожайный. И мы постоянно завозим и завозим, завозим солому в эти загоны. Загоны меняем. А сколько лет уже? Я вначале сказал первый год. Да, да, да. Это мало. Да, да, да. Я с вами совершенно согласен. Да. И я сказал, да, если вы услышали, мы еще не только в этом году посеяли, подсеяли по репреям луга. Мы ждем, сейчас они вырастут. И, конечно же, эта площадь этих загонов сразу увеличится. У нас на самом деле... Мы подсеяли промоку, как бы сказать. Да, да. Мы подсеяли пасты сейчас. Да, 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 да. И вот сейчас ждем, да, как они взойдут. И там будет понизу тогда где-то 500 гектар. И тогда понятно, что это будет совсем другая история. Спасибо. Игорь Алексеевич, вот скоро подъедет сюда еще фермер и руководитель ассоциации ростовской фермерской. Да, Алексей Вячеславович. Вот он тоже занимается... Мы знаем Алексея Вячеславовича, да, да. Дело в том, что... Потом говорит, что с каждого бычка он имеет до 30 тысяч денег. Да, ну, чистый прибыль. Вы сколько можете сказать? Я думаю, где-то так на уровне. Я думаю, где-то на уровне. Да. Дело в том, что в 2012-м или в 2013-м году мы ездили к Алексею Вячеславовичу. У него еще было маточное поголовье. И я у него покупал 50 гололов нителей гирифордов тоже. У него было шикарное стадо гирифордов. Потом он принял как решение, что это невыгодно. Но вот именно в тот момент, когда бычков можно было взять валом. Мы очень тесно общаемся с Алексеем Вячеславовичем. И в моем стаде еще гуляют его крови, которые он завозил со всей России. У него было шикарное, шикарное стадо гирифордов. Ваш магазин в Ростове вышел на самоокупаемость. Можете сказать, какая доля в продукции магазина это говядина кооператива? Это 20%, 50%? Это где-то 50%. Остальное курятина, свинина, да. Но ввиду того, что курятина и свинина у нас если дешевле, то не намного, а говядина намного дешевле. Поэтому очень многие покупатели идут к нам именно за говядиной. У нас есть прямо сотрудники, которые там посудятся. Да, да, мы очень счастливы, мы рады. Мы рады. Но вы подняли цену, да? Да. Мы поменяли директора, и он сказал, что мы работали в минуса полгода. И он сказал, что минусов больше не будет. На следующий месяц мы вышли в ноль. А сколько человек персонал в магазине? Три человека. Друзья, пожалуйста, еще Сергей Сергеевич Лидий Винал, в персоналский край. Добрый день. Ну, как бы у нас есть друзья, товарищи, которые живут в мясные магазины. Готовы свою продукцию продавать? Ну, не в Ростове, а встанье здесь на месте. И желательно, например, по такой цене. Да, мы продаем ее. И я вам скажу, говядину мы готовы продавать по той же цене, по которой и покупаем. Вот 445 я объявил, что я готов купить. Я готов в магазине ее продавать по 445 рублей. Игорь Алексеевич, недавно у нас на совещании граждан сказал, что если содержит животное на пастбике, то проблем с навозом нет. У вас нет? У нас есть за зону? Да. Я же говорю, мы только пробуем эту систему. Но пока все зеленое, все проблем пока нет. Но тем более сейчас вступили послабления, что даже если навоз накапливается, его можно до полугода держать на краю поля. Поэтому это как бы очень-очень законодатели нам сделали еще один подарок, который снимает массу вопросов. Массу вопросов. Мы его вывезли на конец поля, соскладировали. Мы купили для себя навозоразбрасыватель и урожай убрали навозоразбрасыватель. Прошел, раскидал это с конца поля. Проблема исчерпалась. Есть еще вопросы? Есть. Пожалуйста. Спасибо. Хотел узнать на какой пороге вы подаете кирпичу на этой системе разницы? Только Гирефорд. Потому что я уже сказал, во-первых, это очень неприхотливая порода. Она по неприхотливости не уступит калмыку. Во-вторых, кондиции совсем другие. И в-третьих, темперамент. Гирефорды никогда у меня не было ни одного случая, чтобы либо бык, либо телка, либо корова кинулась на человека. А и Гирефорды, и Абердины, они это вполне нормальная практика. Что бык начинает бросаться на пастухов, бросаться на скотников. У меня ни разу не было с Гирефордами такой проблемы. Во-вторых, то есть это второе. Третье комолость. Расстояние от корма снижается вдвое. У коров в базу также снижается вдвое. Коров пока у нас были калмычки, нам приходилось им рога отпиливать. Потому что она подошла одна, одну толкнула, вторую толкнула. Все, расстояние до трех метров на корыте. Гирефорд она даже и помотала головой, никаких травм никаких она не нанесла. Я пока не вижу ни одной породы, которая может быть лучше. Да, Абердин ангуз он как бы дает кондиции быстрее, лучше и откормочные у него качества. Может быть в дальнейшем, когда я уже сформирую стадо маточное, мы будем, мы пустим Абердин ангусов попробовать какие дадут они кондиции. да. Нет, мы не работаем ни с членами кооператива. Такая корова нужна самому, да не было еще пройду. Спасибо. Друзья, дело в том, что у нас погодные условия внесли коррективы и Игорь Алексеевич сказал, что мы на животных посмотреть и сможем сегодня из-за погодных условий. Правильно? Да, да, к сожалению. Проехать туда, где они находятся, нет возможности, поскольку проселочные дороги разного, но бывает. Поэтому вопросы задавайте сейчас, они есть, потому что мы будем тогда переходить, если нет, то будем переходить к другому спикеру. У столопольцев, у представителей Калмыки нет вопросов? у нас кубанцы расставчане расспрашивали нет гостей из других регионов вопросов. не стесняйтесь, надо, чтобы никто не уехал с вопросами, которые не слетели с языками. Телефоны для контакта есть? Да, запишите. 8 906 422 9015 Вы поймите, я же сказал, что у нас неудобие, да, там идет склон и внизу река, и всю зиму там ездили трактора. Вчера у нас был очень серьезный дождь. Я очень вам хотел похвалиться своим поголовьем, поверьте, очень. Стадо сейчас шикарное. Да, мы сегодня в зале общались с Ремонтненским районом, говорят, у них уже высохло все, даже остался один ячмень, который вот-вот. У нас, слава Богу, этот год льет, 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 слава Богу. Да, да. Вчера в Песелепеченокопском, да, прошел полосой полтора километра град по щиколотку. Скажите, пожалуйста, где мы находимся и что это за стадо? Это наше стадо, которое мы не посмотрели после нашего совещания, когда мы не могли доехать. Ну, когда ехали, вы... Да, да, да. Поэтому вот мы добрались на наши выпаса, ну, так скажем, назовем их загонами, да, потому что площадя небольшие и... Сколько здесь живут? Здесь всего 180 голов. мы проезжали, вы видели, что там камыши, как стоят, там в деревьях. Ну, в общем, сейчас на выпасе 180 голов матки и где-то 90-100 голов малышей. Скажите, пожалуйста, здесь сколько быков у нас? Пять племенных быков. Вон, один ходит, видно, вот он, второй к нам стоит. и остальные тоже где-то здесь. Этого вполне достаточно, да, одного пукана 30 голов это по глаза, тем более, если микромы ирогичные то где-то вполне достаточно. Сколько животных содержится на этом поле? Как только снег сошел, они выходят на пастбище и как снег упал, мы колен на пастбище. Между собой как ладят животные? вы же видите, да, все видно, все хорошо, никаких стычек ранений не наблюдалось. Где они пьют? Пьют у нас стоит насос и корыто на самой базе, мимо которой мы проезжали. Здесь есть река, если видно ее, вот она даже здесь вот ее видно внизу, но из-за подъема и опускания уровня берега очень топкие становятся и коровы часто застряют в этой грязи, поэтому поем мы их на базе и они сами уже привыкли и в воду не лезут. Как далеко им дут поилки? Метров 600-700. Они каждый день туда ходят? Они вот сейчас здесь попасутся, попасутся, пройдут туда, там попьют и опять напасом пойдут обратно. Они целый день туда-сюда, они не стоят на месте, а все время двигаются. Прошли в одну сторону, развернулись, пошли в другую. Затраты большие на организацию у вас въезжания? Никаких, только электропастух. Скажите, вы здесь телят подкармливаете? Нет, подкармливаем, планируем. Нам очень интересен этот опыт, который стал и выставляют, чтобы телята залазили туда и подъедали. Но пока нет, пока только думаем, мечтаем.